Открытие выставки ждали на день раньше, но организаторы презентацию перенесли, не успели оформить зал. Экспозицию готовили в авральном режиме. К примеру, декорации устанавливали за один день. На помощь даже привлекли волонтеров. Я научилась пользоваться шуруповертом, потом я резала ткань, на глаз мы с Таней мерили, потом обрезали, ну в общем кучу делали. Я сделала то, что я раньше не умела. На открытии собрались более ста человек. Творчеством молодых авторов заинтересовались не только их ровесники. Ветеран Ухтинского телевидения оператор Юрий Никифоров, как только узнал о выставке, сразу решил, что придет посмотреть. В общем впечатление хорошее. Молодые есть авторы, которые стремятся показать в жизни. Документальные снимки хорошие есть. Свежий взгляд, новые решения. Шесть авторов отбирали свои лучшие работы два месяца. Некоторые снимки были сделаны специально для выставки. Фотограф Анастасия Соколова серию «Недетское детство» создала в доме ребенка. В первую очередь, чтобы люди относились бережнее к жизням друг друга, к жизням своих близких. В общем-то эта серия, она охватывает все, но в детских глазах это смотрится наиболее трогательно, наверное, наиболее живо и остро. Известный в Ухте фотограф Александр Скорняков поддержал молодых художников. Правда, признал, есть в работах недостатки. Элементарные ошибки, то есть азы, горизонт по центру линии. Очень много фотографий позированных, когда человек смотрит просто в объектив, бессюжетных. Они не несут мысли. То есть смотрят, ну красивая девушка, ну и что? Красивых девушек у нас в Ухте очень много. В целом же выставкой гости остались довольны. Многие увидели в этом проекте неплохой старт для молодых авторов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.